Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем проходить игру Последний день на земле. Как вы знаете, я побежал еще раз в бункер, надо забрать все, что там осталось. А осталось там у нас немало. Так, хорошо, что двери открыты, елки-палки, зря я карточку с собой брал. Ну да ладно, блин, интересно, какой же здесь пароль, а все-таки? Но нам этого пока не дано знать, и вообще неизвестно, существует он или нет. Так, здесь пусто, и здесь пусто. Ясно, значит у нас остались вот эти три ящика, точнее пять. Давайте глянем. Оу, здесь еще нормально, можно чем поживиться. Шикандос, а здесь? Тут тоже нормально. Блин, опять у меня инвентарь заполнился, а? Не хватает, блин, не хватает места, ребята. А нужно взять все. Что будем делать? Фонарик и микросхемка. Блин, я даже не знаю. Давайте сделаем так, карточка нам не нужна, так как, я так понял, двери здесь все время будут открыты. А микросхемка пригодится. Давайте, наверное, блин, лампочка нужна нам, нет? Ведь наверняка нужна будет. Так, у меня, в принципе, что? Молоток, может, выложим. Он все равно слабенький. Ага, тут у нас еще не открытый ящик. Я и забыл про него. Ёлки-то и палки, вы посмотрите, тут просто вообще изумительно. Надо одевать. Жаль, конечно, что шмотки похоцаны и довольно изрядно. Но все-таки эта военная форма, она должна быть крепче и лучше. Давайте тогда все это оденем сразу. И ботиночки, естественно. Вот так-то оно будет лучше. Ствол, ствол, конечно же, забираем. Консервы. Так, аптечка обязательно нам нужна будет. Давайте молоток выкинем. Ну что же, в принципе, как-то так. Не знаю, понадобится ли нам этот разбитый смартфон. Сто пудово он потом пойдет у нас на запчасти. На какие-нибудь микрочипы, микросхемы. И я не знаю. А ягоды? Ну что ягоды? Ягоды я смогу набрать потом. Их там все равно куча, везде они растут. Ну вот, смотрите, как прям, блин, ВДВшник выгляжу. Ну, отлично просто. Теперь, ребята, можно спокойно, наверное, возвращаться и домой. Почему бы и нет? Погнали. А может быть... Нет, надо домой, надо выкладывать все это. Конечно, хотелось бы куда-нибудь на разведочку сгонять. Пока при форме, но придется нам, ребята, идти. А это что у нас вообще за бункер? Почему он, блин, не обозначается нифига? Смотровая вышка. Тоже хотелось бы ее навестить как-нибудь. Ну что же, ребята, вот я и дома. Давайте сейчас браклишко все это выложим. А там уже решим, что дальше делать. Побежали, побежали. Блин, ну такая форма меня вполне устраивает. Теперь, наверное, зомбари меня просто не пробьют. Давайте выгружаться по-моему леньку. Смартфон этот. Давайте осколки эти выложим в металлолома. Тоже не понадобятся батарейки, тем более. Так, подшипник тоже укладываем. Вроде бы как все. Давайте-ка еще, наверное, что-нибудь выложим. Так, болты, болты и гайки соединяем. Порик, веревка, веревка, в принципе, мне нафиг с собой сейчас не нужна. Ее тоже надо положить. Ага, микрочипик тоже надо будет выложить. Так, давайте, блин, бинты, не знаю. Давайте лучше так сделаем. Бинты мы с собой возьмем, да? А большую аптечку мы оставим здесь. И надо еще этот конденсатор выложить. Вот так. Ну что, в принципе, наверное, и все, да? Еда, питье. Ну что же, теперь можно, наверное, смело и рвануть куда-нибудь. Так, попьем, потому что он очень хочет пить. Отлично. Естественно, бутылочки сразу ставим в водосборник. А эти две заберем. Вот так, отлично. Тут у нас, значит, только водичка может копиться. Ух ты, морковки-то сколько? 18 штук. Неплохо. И еще 6 вырастут. Жаль, конечно, сюда не могу посадить. Это было бы очень хорошо. Смотрите, они довольно неплохо насыщают. Причем они дают нам дополнительную влагу. То бишь, нам достаточно съесть морковки. Мы и наедимся, и напьемся. Так. Ну что, нам немножко осталось буквально поднять уровень. И мы сможем с вами делать большой сундук. Чоппер. Ну, там еще кое-чего. Так, давайте определяться, куда мы пойдем с вами. Мест очень много. Блин, может сюда рвануть? Три черепка. Я думаю, это очень опасно. На базу. Кстати, да, ребята, если кто играет в игру, подскажите мне, что будет, если я приду на вражескую базу? Меня там накумарят или чего? Хотелось бы просто знать без риска для себя. Бункер Чарли. Блин, а как до него добраться, если он где-то на острове вообще? Это как-то надо туда плыть. Каменные горы и каменные предгорье. Давайте, наверное, туда и сходим с вами, да? Два черепка. Я думаю, что пока мы в военной форме, должны как-то остаться в живых. Ну что же, ребята, вот я и пришел сюда, в каменные предгорье. Давайте посмотрим. Мне самому интересно, что здесь такого мощного, что аж два черепка указано. Оу-оу-оу-оу-оу! Сразу бежит на меня кислотник. Токсичный зомби, точнее. Хе, ну со стволом-то я здесь себя чувствую достаточно уверенно. Тихо, тихо-тихо. А, волчара стоит, да? Ну что же, давайте его из пушки, наверное, бомбанем. Блин, он сам побежал на меня. Напросился, как говорится. Забираем все здесь. Вроде пока чисто. Нет, нихрена не чисто. Так, ребят, новый уровень, тринадцатый. Это очень хорошо. Давайте открывать сумку, смотреть, что здесь у нас лежит. Дайте что-нибудь хорошее. Ну, в принципе, нормально. Вода, еда, проволока и изолента. Пригодится. Продолжаем исследовать предгорье. Так, кто-то бежит. Да уж слишком до хрена вас тут токсичных этих зомбарей. И бегуны. Видимо, здесь будут только такие довольно сильные монстры. Ну-ка, сумочка, порадуй меня. Порадуй папочку. Ну что ж, довольно неплохо. Блин, ну на тебе. Уже инвентарь весь заполнен. Только зашел. Да хорош ты уже. Успокойся. Вот так, спать я сказал. Так, и смотрите, еще чемодан. Да ладно, да что в самом деле-то? Вы даже не даете шагу сделать, как уже бежите. Я уже... Так, я уже, честно говоря, боюсь идти в красную зону. Это лишь желтое. Там, наверное, вообще ничего нельзя сделать. Просто на тебя будут нападать мобы. Точнее, зомби. Так, волчара. Блин, жалко, ствол скоро закончится, а. Ну, как говорится, лут дороже. Поэтому давайте смотреть, что здесь у нас. У-у-у, неплохо, довольно неплохо. Блин. Мобильный телефон. Камень выложим. Пиво, наверное, сразу выпьем. Заберем. Я даже не знаю, что тут надо. Это резиновые прокладочки у нас. Ладно, пускай пока... Блин, опять. Вот после пива ему обязательно надо сходить по нужде. Что такое, а? Слишком слабый у тебя мочевой пузырь, братишка. Ну, все, все. Интересно, а если он будет, например, отливать, а в это время на него нападет зомби, что будет? Будет стоять, отливать дальше? Так, веревки нам не нужны здесь. Ягодки заберем. Да, даже не хватит у меня ни на камни, ни на дерево. Ух, там целая засада, ребята, из этих зомбарей. Да-да-да, инвентарь переполнен, я так и понял. Все-таки сиганул, а? Эх, напросился ты. Бегун. Ёлки-палки, у меня уже штаны, ребята, исчезли. Все, теперь я опять в красных труселях. Так, смотри, сколько здесь бегунов, а, ребят? Ну, нет, смотрите-ка, есть и обычные. Да, ёлки-палки, с двух сторон зажимают. Всего две пули, и он готов. Так, шикарно. Давайте тогда и с этими разберемся, что ли, я не знаю. О-о-о-о-о, блин. Вот толстяка-то мне здесь как раз и не хватало, ёлки-палки. Два толстяка, да ну нафиг. Да, я не знаю, я, наверное, не справлюсь, ребята. Так, хотя... Ё-палки-палки, давайте будем пробовать. Ну, я думаю, что ствол я здесь и оставлю на этих двух жиробасах. Главное, чтобы еще кто-нибудь не прицепился. А иначе будет попа. Так, отлично. Блин, оружие сломалось. Как ты вовремя, а? Ну, пистолетик, ну как же так? Как же и без тебя? Ну, что тут? Давайте дальше продолжать. Да, обидно, конечно, обидно. Я считаю, на данный момент пистолет... Это самое эффективное оружие здесь против наборей. Во-первых, оно бьет на дистанцию. Ну, а во-вторых, довольно хорошая убойная мощь. Все, я их заколбасил. Всего лишь веревки, а? Ёлки-палки. Ну, хорошо, хоть опыта дают за них нормально. Сколько же у вас тут, а? Ну, после толстяков эти для меня кажутся просто шелупенью. Олень, не бзди, я тебя не буду трогать. А, во-во-во, два бегуна. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Ух ты, сумочка. А я, интересно, ее проверял, а? Я даже и не помню. Олень все от меня бегает. Хе-хе-хе. Так, ну что, здесь вроде бы больше ничего нету. Давайте проверим. А, нет, ребята, не проверял я ее. Сейчас проверим заодно. Опачки. Так, для чопера обязательно надо брать. Давайте вот так, наверное, сделаем. Ага, шикарно. Блин, я даже не знаю. Давайте. Мех мы еще с вами раздобудим по-любому. А зажигалка мне нафиг не нужна. Так, что тут у нас такое? На, ну, ягодки. Блин, смотрите, тут залежи руды лежат, а? Опять. А, нет. Экзотик. Ну ты напросился на меня. Все. Ёлки-палки, я еще уровень получил. Опа, на, ребята. И шмоточки. Так, ну-ка посмотрим. Я же вроде без штанов, да, бегаю? А курточка? Курточка, блин. Куда ж тебя взять-то? Так, кроссовки. Шапка. Да, я даже не знаю. Ну, штаны-то можно однозначно, наверное, надеть. Вроде как без них бегаем. Так, бинтик применили. Хотя на запас можно было бы взять. Так, олень тут опять бегает. Да, их тут, кстати, тоже немало. Да, надо будет, кстати, сюда как-нибудь навестить. В плане фарма. Надеваем штаны, короче. И шапку. Потому что этого... А, нет, ребят. Нафиг, нафиг. Вот. Да, ёлки-ботинки на ладом дышат. Ладно, мы так и оставим тогда. Кроссовка. Тихо, волчара, успокойся. Мясо. Заберем хотя бы мясо. Так. Ну что, ребята, давайте, наверное, сигадем до дома. Выкладывать все это надо барахло, что мы насобирали. Иначе нету смысла больше здесь бегать. Потому что инвентарь полностью забит. До краев, как говорится. Ладно, пойдем пешочком. Ну что, ребята, вот и дома я. Давайте сейчас все выложим. Ага, тут у нас вирус. Спустя годы после эпидемии. Блин, не успел почитать. Так, у нас... Ну что же, там довольно неплохо я насобирал, да? Давайте-ка. Да-да-да. Так, морковочку съедим, потому что он у меня голодный. Труба от Чопера. Блин, у меня это все хоть пометится по ящикам-то, а? Надо, наверное, новый создавать, я так понимаю, да? Чопер. Ух, ребятушки, смотрите. Я могу сделать Чопер. И для него всего ничего-то надо, елки-палки. Так, деревяшки там. Отлично. Потом. Что-то потом надо-то, я уже забыл. Сталь. И... Блин, забыл. По-моему, гайки, да? Да, ребята, гайки нужны. Гайки с болтами. Вот так. Ну что же. Давайте создадим Чопер. Который будет нам позволять передвигаться быстрее. Единственное, мне хотелось бы знать. Он дается так же на время, как и оружие. Тоже ломается или на постоянку. Так, изоленточку выложим. Что тут еще? Еще-то можно повыкладывать, а, ребята? Так, провода, естественно. Так, резиновые эти прокладки. Ну, вроде бы все. Места у меня должно хватать. Здесь ничего толкового нету. И здесь тоже, в принципе. А в этом сундуке... Подшипники. Соединяем. Четыре штуки. Все хорошо. Давайте теперь создавать. Есть. Так, куда он, интересно, будет у нас ставиться? Ну-ка. Построить, естественно. Так, ну здесь маловато для него места. Может быть его... Я не знаю. Может на улице? Хрен там. Нельзя почему-то, а? И в доме нельзя. Хм. Странно. Разместите на полу из досок. Максимум один. На полу из досок. А у меня какие полы? Из бумаги, что ли? Че-то я не могу немножко понять. Неужели надо на улице ставить... Делать точнее... Я даже не могу понять. Это сосновая доска. Хм. Странновато, конечно, для меня это немножко... Так, ну ладно. Давайте попробуем тогда сделать здесь из досок настил, как бы скажем. Ай, бревен нету. Ёлки-палки. Слушайте, а у меня бревен-то хоть есть вообще? Вот же незадача. Нету у меня бревен. И чоппер не строится на земле. Вот это незадача. Блин. Строил-строил для того, чтобы, блин, нельзя было построить. Так, ладно. Надо идти за деревом. Смотреть. У меня дерева-то, по-моему, и нету, если я не ошибаюсь. Сейчас мы проверим. Так, столярочка, что там у тебя? Да. Здесь дерева нету. Точнее, бревен. Ну-ка. Давайте проверим. Вот здесь. Так, 10 есть. 10 штучек. Забираем эти слитки. Ну, на этом нам не хватает. Мы еще можем с вами сундук сделать. Сушилка для мяса. Так, 10 камней и 12 веревок. 10 камней. Так, вот веревка. Вот камни у нас. Вроде бы все, да? Доски выложим. Ну-ка. Ёлки-палки, доски выложил. Доски тоже... Доски тоже нужны еще. Так, и на сушилку для кожи тоже нужны доски. И еще металлолом. Ладно. Давайте забирать доски обратно. Так, блин. Все время путаюсь. Не сюда надо заходить-то. Ё-моё. Я уже весь запутал. Так, подожди. Не сюда. Вот. Сушилка для мяса. Давайте сделаем. И... Где она у нас ставится? Ух ты. Можно дома делать ее, ребят. Но так же и на улице. Давайте вот сюда рядышком поставим ее. Шикарно. Ну, а теперь... У меня мясо-то хоть есть? Не, вроде бы мясо у меня было. У меня всего лишь... Два очочка есть, да? Некуда их потратить. Точнее, есть потратить, но я не думаю, что сейчас в данный момент это прям так актуально. Так. А здесь веревочка. Веревочки объединяем. Да, у меня не получится, ребят, потому что нет элементарного металлолома. Пять штук их нужно. А нет, вру я. Че я, блин, действительно. Все у меня есть. Я уже подумал, что нету. Девичья память совсем все забываю. Единственное, не смущает. Нужна ли она сейчас, а, ребят? Это сушилка, блин. Как говорится, и хочется, и колется. Может быть, пойти... Нет, в машине у нас ничего нету. Так, давайте, наверное, заберем морковку с этих огородов. Да чтоб тебе... А, нет, все нормально. Все пучком. Двадцать штучек как раз. Еще три на прорастание там остались. Блин, фигово, что у меня шмотки все покоцаны, ребята. И чоппер меня этот немножко расстраивает. Я не могу понять, почему... Неужели... Неужели мало места ему, а? Не помещается он. На пол из досок. Ну ведь у меня же доски в доме. Ну да. Максимум... Одна написано. Не хочет. У меня вот, я думаю, может быть, на улице сделать из четырех досок, как бы вам сказать, этот настил. И поставить его, попробовать туда. Может, он в доме просто не может ставиться. Пока, как говорится, не проверишь, не узнаешь. Давайте все обратно сюда выложим тогда. Вот так. Металлолом этот. Слушайте, или же нужны определенные какие-то доски. Например, дубовые. Она обычная, он не хочет ставиться. Так, сундук. Сундук. У него 16 вещей может храниться. Так, отлично. Так, пять этого и пять того. Давайте тогда пять еще деревяшек нужно. Где у меня дерево? Ёлки-палки. Жалко не подписываются ящики. Там написал бы, да, здесь, например. Металлолом, дерево. Там, например, схемы, еще что-нибудь. Чтоб было понятно. Ну что же, теперь тогда давайте ставить их. Сундучки-то наши. Ну-ка, ся. Какого хрена? Я не понял. Че опять-то не то? Не врублюсь нифига, ребята. Я построил сундуки и не могу ими воспользоваться. Пускай тогда здесь лежат. Все это пускай лежит здесь. Странно. Но, ребят, если я что-то где-то здесь неправильно делаю, вы уж не обессудьте. Для меня это как бы непонятно пока. Но, поверьте мне, я разберусь и все будет нормально. Я просто боюсь оставлять эти вещи в машине. Вдруг какой-нибудь прохожий просто так забежит в домик, обшмонает здесь все. И заберет это с собой. Кстати, если такое реально можно сделать, отпишитесь, пожалуйста, чтоб я знал на будущее. Можно воровать у соседей, точнее, вещи, которые вот так вот просто лежат в машине. Так, ну что у меня? Морковка, питье, еды, море и топор у меня есть, да? Так. Топор. Да, если что, в принципе, можно будет и там сделать дальше. Я думаю, ничего страшного там не будет. Так, куда бы нам пробежаться? Давайте сюда, наверное. Давайте бегом. По-быренькому, как говорится, сбегаем. Все равно у нас энергии 100%. Так что... Не будем, как говорится, ее беречь. Так, ночью, значит, зомби наиболее активны. Понятно, будем знать. Так. Надо водички, наверное, еще хлебануть. Глоточек, да? Чтобы соточка. Ну, 93 тоже нормально. Так, ягодки. Так, погоди, уже стоят, а? Давайте вот так вот бочком, как говорится, обойдем все это. Ёлки-палки. У меня в пистолете, ну, может быть, на выстрел А2-3 патрона. Сильно тут не повоюешь. Так, доски нам пригодятся. Топор нет, еще не могу сделать. Погоди-ка, камень этот, известняк же нам нужен. Так, там это у нас олень. Стоит. А бегу вот так вот по краю. Пособираю все, что здесь можно найти. А потом уже, может быть, рвано. О, хорошо, известнячок тут валяется. Так, и этого должно хватить мне, да? В принципе. Так, создаем. Ну, и начинаем теперь валить лес. Хотя тут и так до хрена его лежит, если честно. Ну, будем набирать по максималке. Так, известняк тоже нам пригодится. Давайте забирать его. Нечего, как говорится, валяться добру. Так, семена моркови. Тоже хорошо. Опыт потихоньку растет. У нас там следующий, по-моему, с 18-го идет, да? Это мне еще 4 уровня надо поднимать. Да, долговато. Долго нам придется тут копить это все дело? Кто-то уже там идет, а? Смотрите по карте. Уже кто-то ко мне направляется. Блин. А, не было печали. Все. Гаденыш, сдох. Как обычная веревка. Так, растительное волокно. Давайте дальше рубить. Соснова и бревна. Нет, все-таки мне очень интересно знать, почему я не могу поставить чоппер, а? Написано, поставьте на дерево, да? Хм. Точнее, ну, я как понял, не на голом полу он должен стоять, а именно на деревянной платформе. В доме он не ставится. Значит, по идее, надо ставить как-то это делать на улице. Копье. Так, отлично. Блин, факел не хватает. Копье я сделал, ребят, для того, чтобы вот так вот. Нафиг, там два патрона или три осталось. На всякий случай я сохраню. Я и пока и с копишками неплохо здесь побегаю. Так, дайте-ка я этого оленя сейчас щелкну. Иди-ка сюда, красавчик. На-ка, получи. Да, а толку-то, блин? Я не могу этого ничего взять. Но мясо мне нужно, по-любому. Шкуры тоже пригодятся. Да, придется мне пожертвовать семенами. Ради такого... Ох ты, елки-палки, пока тут бубнил с вами. Зомбарь, как он так втихую-то подкрался, а? Я его даже не видел. Очень интересно. Так, кто там спереди-то у нас стоит? Тоже зомбари? Ну да, куда же без них-то? Давай, иди сюда, я тебе сейчас... На-ка! Оу, еще волчара выбежал! Ё-моё, блин! Хотя, ребят, что переживаю? Вроде бы они как ватные все здесь. Ядрить его на корень. Все, ребята, у меня шмоток не осталось. Осталась только кепка и кеды. Так, стоят вон там, красавцы. Ладно, будем пока добывать свой лес. В принципе, ради чего я сюда и пришел. Ё-бегун! Два бегуна! Фак, справлюсь, нет? В труселях-то? Хрен с ними. Побежали отсюда к чертовой бабушке, потому что они меня сейчас там разберут. Ну что ж, бежим по-быренькому домой опять. И попробуем с вами сделать настил из деревяшек, из этих. И выставить все-таки чоппер. Температура. В некоторых регионах особенно холодно. Раздобудьте себе теплые вещи. А в каких регионах? Это в горах, что ли, например? Там, где снег? Здесь такое будет. Так, ладно, ребята. Вот у меня древесина есть. Давайте теперь строить. Так. Сделаем из четырех, наверное, да? Так. И вот так. Ну, я думаю, этого достаточно. Так, теперь нужно забрать его там из этого, из сундука. Да подожди ты, не это совсем не нужно, блин. Да не то, блин. Хорош. Закрывай. Так, что у нас где? Где мой чоппер? Где он находится? Трава мне не нужна пока здесь. Топорик тоже выложим. Блин, знал бы, что одного топорика хватит. Второй бы не делал. Ага, вот он, чоппер наш. Давайте попробуем поставить. Так, отлично. Ну-ка. Че ему надо-то? Не могу понять. Че за фигня? Я не врублю себя просто-напросто. Поставьте на пол. Поставьте, ну, на пол из дерева. Я не вижу тут никаких станков, которые могли бы здесь делать деревянные полы. Странно. Камни резко. Но она делает у нас камни. Хм, странно очень. Как-то немножко здесь запутанно. Так, слушайте, у меня же еще радио тут не сделано. Ё-моё. Может быть, попробуйте его собрать, а? Так, там нужны микрочипы эти. По-моему, болты с гайками. Так, металлолом. Изолента. И, по-моему, болты с гайками есть, я не ошибаюсь. Да, болты с гайками. Ну что ж, давайте пока поставим. Так, отлично, отлично. Шикарно. Теперь остались только гайки с болтами. Где они у меня лежат? И что это радио будет интересно делать? Подожди, а у меня что, нету болтов, что ли? Да должны же быть. Ага, вот они. Так, объединяем это все, выкладываем. Ну что же. Радио, как говорится, работай. Завершить. И. Вы собрали радио. Осталось дождаться, когда торговец выйдет на связь. Ну еще лучше, а? Да что ж за день-то такой нефартовый, бля. Дождитесь. Теперь я должен сидеть тут и ждать, когда со мной торговец выйдет на связь. Нормально. Так, забираем это мясо обратно. Его мы поставим на жареху. Да. Так, металлолом. Забираем. В переплавку, как говорится. Все. Вот так вот. Отлично. Еще один сюда добавим. Так, дровишек тоже подкинем. Ну что же. Все вроде бы на мази. Давайте, может быть... Блин, дубовая доска. Может быть, доска нужна дубовая? Ну извините меня, это... Как я ее добуду? Мне, во-первых, до того леса не добежать. Так, что здесь? Ага, вяленое мясо. Нужно, значит... Давайте, может, заберем отсюда, я не знаю, эти. Есть они, нет? Так, это все выложим. И золотой следи так интересно. Для чего он нужен, а, ребят? Пистолет, блин, на два выстрела всего. Таскать его, в принципе, смысла и нету, да? Лучше сразу потратить, чтобы не занимал мне инвентарь. Нету у меня здесь мяса, нигде не лежит. Я, по-моему, последнее, что было, кинул в этот, на жареху. А так... Да, в принципе, жареное мясо, наверное, лучше, чем вяленое. Так, а здесь у меня что? Ага, вот, оказывается, еще есть, ребята. Ну-ка, а сундучок-то у нас как тут? С ним будут обстоять дела. Раз он там не хотел, в доме... Фак, а? Не хочет. Не хочет, ребята, строиться почему-то. Блин, ну у меня же больше нету ничего, никаких этих... Опа-на. Привет, братишка, ты какого хрена здесь сделаешь, а? Вот так вот спать нафиг. Интересно, блин. Значит, сосновый... Сосновый пол ему не нравится. Нужен, значит, или дубовый, или еще какой-нибудь хрен его знает. Или я что-то неправильно понимаю. Так, ну что, ребята, давайте тогда его здесь оставим. Курточку одеть надо. Хорошо, что она у меня сохранилась. Веревки, это все нам не нужно. Так, мясо возьмем. Сейчас поставим его вот сюда. Пускай вялится. Десять минут до одного кусочка, да? Морковка у нас до сих пор еще не выросла. Ну что ж, давайте тогда с вами, наверное, может быть, отправимся куда-нибудь, а? С копьем, как этот, а? Блин, как бомжара, короче. Курточка, коптишка. А куда тут можно сигануть? Ммм, ребят, куда рвануть-то лучше? Ну что, друзья мои, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А я пойду проверю холмы. Всем удачи и до скорых видосиков, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok